Бунтаря Шайла Баффа обвиняют в плагиате. Сергей Гладун выяснил все подробности скандала с участием эксцентричного актёра. И сейчас всё расскажем. Пожалуй, более эксцентричного персонажа, чем Шайла Бафф, нет в современном кинематографе. Но кто бы мог додуматься прийти на открытие Берлинского кинофестиваля с бумажным пакетом на голове и надписью «Я больше не звезда». А потом заявить всему миру, что он уважительно относится к европейским киноакадемикам. Для меня большая честь быть здесь. Европейская киноакадемия пользуется большим авторитетом. И здесь можно многому научиться в профессиональном плане. Похоже, у него раздвоение личности. На днях в сеть попало видео, где актёр, прославившийся в «Трансформерах», читает рэп. Поэтическим соображением мы не можем перевести всю ненормативную лексику, выпаленную Ла Баффом. Но именно в этой читке специалисты обнаруживают плагиат на песню «Перфекционист» группы «Анамолиес». Посмотри, я же крутой, не остановить меня рукой. Шайла Бафф украл как минимум две строчки в своём фристайле в лесу. Ну, подумаешь, перепел. Вот только странно другое. Что голливудский актёр вообще забыл с тинейджерами в лесной чаще? Хотя для Ла Баффа это неудивительно. Сколько раз Шайя попадал в зал суда за драки и за пьяные дебоши? Только посмотрите на этого оборванца, пробирающегося сквозь толпы журналистов. Почему на вас порвана футболка? Шайя, скажите нам хоть что-нибудь. Так, кто это орёт? О, да, Шайя Ла Бафф. Вы представляете, знаменитый актёр идёт и горлопанит. Америка, Америка. Точно все подумали, что алкоголик какой-то буянец. Ла Бафф и дерётся на улице. И орёт на посетителей в ресторане. Чё ты сказал? Чё ты сказал? Однажды так вообще решает устроить мини-марафон с прохожими. И 144 раза пробегает вокруг музея в Амстердаме держать за эстафетную палочку с незнакомцами. Но несмотря на его выходки, Шайя Ла Бафф остаётся одним из самых востребованных молодых актёров. Многомиллионные контракты так и радуют глаз, а фанаты восхищаются от каждой его роли и делают вот такие забавные видеоколлажи. Кстати, Шайя даже в кино орёт постоянно. Нет, но он действительно орёт в каждой своей роли. Его имя переводится как «Подарок». И он реально дарит радость своим криком, что ли. Чего ты ждёшь? Сделай это! Сергей Гладун, ПРО Новости. Сделай это!